Очень часто, приобретая фиалку, цветоводы стремятся пересадить ее в горшочек побольше. Фиалка не цветет, а люди задаются вопросом, что с моей фиалкой не так, почему она не цветет. Чуть позже покажу, в каких горшочках цветут мои фиалки. Начнем с укоренения. Я беру стаканчик 50 грамм, прорезаю дырочки, продеваю фитиль, насыпаю грунт, не уплотняя. Грунт у меня стоит из верхового торфа с пенопластовыми шариками. Грунт очень рыхлый. Черенок обмаковой выкоренители помещаю в грунт и в зип-пакет. Пакет можно поставить или подвесить на иголке. Когда лист даст деток, детки рассаживаю в 50 граммовые стаканчики. Потом эти детки переваливаю в 100 граммовый стаканчик и сразу помещаю в горшок. У меня все горшки диаметром 8 сантиметров. Все мои фиалки растут в таких горшках и отлично цветут. Сейчас из 50 граммового стаканчика перевалим фиалку в горшок. Корневая система уже полностью облила земляной ком. Еще один критерий для пересадки. Это диаметр листвы. Он должен быть в 3 раза больше диаметра горшка. В этом случае фиалку необходимо перевалить в большее пьем. Берем фитиль. Все мои фиалки растут на фитиле. Фитиль из акриловой пряжи. Но очень хороший фитиль из капруновых колготок. Насыпаю немного грунта на дно. Колечком укладываю фитиль. Беру такой же стаканчик и обкладываю его грунтом. Вынимаю. Там осталось отверстие. Достаю фиалочку. И она очень легко помещается, не травмируя коренной системы в это отверстие. Так она и будет здесь расти. До самого цветения. А у цветущей фиалки в 100 граммовом стаканчике. Очень много бутонов. Отцветет. И я пересажу ее в горшок в восьмерку. Естественно удалю нижние листья, цветоносы и пересажу в восьмерку. Вот еще одна. Это 50 граммовый стаканчик. Сорт Вечный май. Тоже цветет. А это Мачо. Сорт Мачо в 100 граммовом стакане. Как видите, фиалкам не нужен большой объем горшка. Желаю вам пышных цветений.